Большая Малая Пироговка – традиционно медицинский район Москвы. Он связан с именами многих крупных русских медиков, врачей. И сегодня здесь – клиники, кафедры Первого Московского Медицинского Института. Ежегодно из его стен выходят и разъезжаются по городам и областям страны молодые специалисты. Нынешний выпуск – 223. И вот последний государственный экзамен. В этом году вместе с профессорами, преподавателями института, его принимают работники практического здравоохранения, главные – врачи больниц. Ну и экзамены проходили не так, как обычно. Экзамены мы проводили, в отличие от прошлых лет, по клиническим дисциплинам, главным образом у постели больного. Таким образом можно было совершенно четко определить, что же из себя представляет выпускник. Это касается всех трех клинических дисциплин, я имею в виду терапию, акушерскую гинекологию и хирургию. Итак, последний экзамен сдан. Распределение уже было. Какое? Кто куда идет? Распределен в Московскую область, в город Орехово-Зуево. Кто вы по специальности? Акушер-гинеколог. Вы? А я распределена в клиническую ординатуру института. Терапевт. Вы? В министерство путей сообщения. Терапевт. Терапевт. Ну, ребята, и какие у вас планы? Что вот вы хотите? Вот начинаете вы свою новую жизнь? Совершенствоваться и совершенствоваться. Год интернатуры есть. И за этот год нужно набрать все, чтобы можно было потом действительно с большими знаниями подойти к больному. Наши преподаватели все, что могли, в нас вложили. На практике мы должны проявить сейчас себя. И это основное, что стоит перед нами. Сейчас начинает выполняться уже постановление о перестройке в здравоохранении. И, по-видимому, вот этим ребятам, которые сегодня сдают экзамены, как раз им его в основном и воплощать. Вот чем отличаются они от предыдущих выпускников? Во-первых, более серьезным отношением к делу, я бы сказал, и большим желанием приобрести практические навыки. Мы в последние годы получали много рекламаций на наших выпускников. Они оказывались недостаточно подготовленными в практическом отношении. И в последние годы основное внимание уделено практической подготовке. Мы видим свою задачу уйти от узкой специализации, я имею в виду выпускников, и готовить врачей более широкого профиля. Принято решение начать с будущего года подготовку врачей общей практики. Михаил Александрович, Вы делегат партийной конференции. Мы, врачи, решаем важнейшую социальную задачу. Задачу охраны здоровья советского народа. Для того, чтобы успешно решать эту задачу, надо выработать единую программу, в которой медики должны играть основную роль, но вместе с тем в этой программе должны принять участие все. Я являюсь председателем постоянной комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению, и мы сейчас практически в Ленинском районе, столице, приступили к созданию такой программы.